Как наказали мужчину, который годами избивал жену, поднимал руку на ее детей и угрозами довел женщину до нескольких попыток самоубийства. Таких приговоров в Беларуси единицы, несмотря на страшную статистику бытового насилия в стране. А все из-за отсутствия специального законодательства и зачастую молчания пострадавших. Но в этой истории все закончилось справедливым возмездием для домашнего тирана. Не обошлось без воровства, случайных пострадавших и даже одного трупа. Это новый проект «Зеркало» – серия криминальных историй из жизни Беларуси. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, если для вас это безопасно, будет интересно. Меня зовут Катя Пытлева. События этой кровавой и трагической истории разворачивались в Светлогорском районе Гомельской области. Обстановка здесь уже давно сложилась не самая благополучная. Район входит в топ-3 лидеров по преступлениям в стране. Здесь, как и во многих других регионах Беларуси, частый фигурант криминальных дел – алкоголь. Не обошлось без него и в этой истории, где любители горячительных напитков и пьяных разборок осудили на 15 лет лишения свободы. А начиналось все так. Семью главных героев нельзя было назвать благополучной. Пара растила двух детей, но при страстие к алкоголю и отсутствии работы у отца семейства – назовем его Дмитрий – делали свое дело. Безработный не раз привлекался к уголовной и административной ответственности за нарушение общественного порядка. У Дмитрия имелась жестокая привычка применять физическую силу в конфликтных ситуациях, особенно если он был пьян. Чаще всего объектом для нападок была его супруга, назовем ее Дарья, а также ее дети, проживавшие вместе с парой. На суде мужчина объяснял свое поведение тем, что, мол, жена сама его доводила своей ревностью. Вот и приходилось идти на крайние меры. Рукоприкладство в этой семье редко ограничивалось парой синяков, оскорблениями и угрозами. Во время самых тяжелых приступов агрессии Дмитрий вел себя так, что его супруга боялась за свою жизнь. Несколько таких эпизодов она описала в суде, подкрепив рассказы данными медицинской экспертизы. Например, как-то разозлившись, мужчина сперва ударил Дарью в спину, после чего схватил ее за волосы и начал бить головой о стекло окна. А однажды он на глазах у детей бросил в супругу металлический стул, попав по бедру, что привело к травмам. Не раз ситуация доходила и до удушения. Один из таких случаев мог бы закончиться трагедией, если бы, поваленная на пол, избитая Дарья не схватилась за нож, чтобы защитить себя. Но не только дома Дмитрий позволял себе истязать и унижать жену. Один из таких случаев добавил к общему сроку, который в результате получит Дмитрий, почти полтора года заключения. Многие домашние тираны стараются держать лицо на публике, предпочитая истязать свою жертву в стенах квартиры без посторонних глаз. Но не Дмитрий. Однажды он разозлился и начал бить Дарью по лицу прямо у входа в местный магазин. Это не оставило равнодушным одного из прохожих, который попытался успокоить Дмитрия. Но тот лишь засучил рукава и с кулаками наготове начал наступать на защитника. Происходящее заметила пара друзей, которые только-только припарковали машину у магазина. Один из них попытался усмирить Дмитрия, но дебошир не стал никого слушать и ловким ударом повалил защитника на землю. Тот стал отбиваться. Удалось ему это сделать только после того, как второй друг пары ударов выключил Дмитрия. Мужчина остался лежать у входа в магазин без сознания. Его заметила проходящая старушка, которая сообщила об этом охраннику. Вызвав милицию и посмотрев записи с камер, удалось восстановить все события и составить протокол по статье о злостном хулиганстве. Позже оно станет лишь одним из эпизодов большого дела против Дмитрия, но большую часть срока в нем потянут два других преступления безработного тирана. За время совместной жизни Дарья неоднократно пыталась дать отпор мужу-мучителю, однако силы были неравны. Когда агрессия мужа стала выплескиваться и на детей, женщина ощутила такую безысходность, что полезла в петлю. После очередного скандала, когда мучитель ушел из квартиры, она в слезах пыталась повеситься в коридоре квартиры. Женщина уже собиралась совершить непоправимое, к счастью. Это вовремя заметили дети, которые уговорами вытянули маму из петли. Но скандал повторился. В ходе перепалки Дарья прямо заявила Дмитрию, что настолько устала от происходящего, что готова на крайнюю меру. На что мужчина ответил, что может помочь, и начал угрожать супруге убийством. Важная деталь этой истории. В какой-то момент проблемы в семье стали известны местным органам опеки. Незадолго до трагедии чиновники признали детей Дарьи, находящимися в социально опасном положении. На теле одного из сыновей женщины педагог обнаружила следы побоев. К тому же ребенок рассказал о том, что не мог найти еду и голодал несколько дней. А тут еще Дмитрий сам позвонил в школу и сообщил, что у него есть компромат на жену, видеозапись ее попытки покончить с собой, а также того, что дети ее спасли. В итоге Дарья предприняла вторую попытку уйти из жизни, но сперва позвонила социальному педагогу. Женщина плакала. У нее могут отобрать детей, и она больше не хочет жить. После чего бросила трубку, прикрепила к крюку в потолке металлическую проволоку и... В квартире раздался ответный звонок от перепугавшегося педагога. Она отговорила Дарью от страшного шага и закончила разговор, лишь убедившись, что жизнь женщины вне опасности. Но день этим не закончился. Спустя пару часов, увидев пропущенный звонок от Дарьи, педагог перезвонила. Но трубку поднял Дмитрий, который резко заявил, что сейчас придет в школу. Он хотел положить трубку, но, видимо, промахнулся, и женщина услышала продолжение скандала с угрозами убийством со стороны Дмитрия, оскорблениями, звуками от ударов, падением мебели и посуды. А через 25 минут ей в мессенджер пришло видео того, как Дарья пыталась покончить с собой, стоя в прихожей на стуле. Позже Дмитрий принес в школу на флешки. Это и еще одно видео с попытками супруги свести счеты с жизнью. Чего таким образом добивался мужчина, не ясно. Сам он был уверен, что Дарья не собиралась ничего с собой делать, а всего лишь инсценировала попытки, так как знала, что в квартире установлены камеры видеонаблюдения и хотела таким образом оказать на него давление в семейных вопросах. Закончилось все предсказуемо. Детей изъяли из семьи в целях их безопасности. А еще выяснилось, что Дмитрий, уйдя из дома, успел совершить финальное, самое кровавое преступление в этой истории. В то время, как жена пыталась уйти из жизни из-за угроз и побоев мужа, Дмитрий отправился в гости к знакомой. Там уже сидела небольшая компания, в том числе и сосед, который предложил выпить еще. Собравшиеся дружно согласились и сосед, назовем его Борис, отправил случайных собутыльников за догоном, дав свою банковскую карточку для оплаты. Мужчины довольно быстро вернулись с бутылкой водки и продолжили застолье. Внезапно Борис в приступе ревности, который случился из-за одной из присутствовавших женщин, ударил Дмитрия кулаком по лицу. Ну а дальше показания расходятся. Сам Дмитрий заявил, что в ответ он легко ударил ладошкой два раза обидчика по лицу. Это цитата. Они успокоились, допили водку и Борис захотел спать. Его думали положить прямо на кухонной тахте, но тот сперва хотел покурить. Не удержался из-за опьянения. Упал, ударившись головой об пол. Потом Борис все же смог подняться и закурить. И снова упал. Кое-как, по словам Дмитрия, пьяного мужчину уложили. Накрыли одеялом и подложили под голову подушку. Ну а сами продолжили развлекаться. Утром Борис продолжал лежать на кухне, а собутыльники опять сходили с его карточкой за водкой в магазин. В течение дня они даже успели съездить в суд, где рассматривалось административное нарушение Дмитрия. После чего вновь вернулись в квартиру, чтобы продолжить выпивать под храб, доносящийся с кухни. Они еще не раз приходили и уходили из квартиры. Закупались в магазине алкоголем и продуктами, расплачиваясь картой Бориса. И лишь спустя сутки, вернувшись в квартиру, чтобы разбудить собутыльника на работу, поняли, что он умер. Это по словам Дмитрия. У свидетелей же были другие показания. Согласно им, между мужчинами была серьезная драка, которая продолжилась на лестничной площадке. Там Дмитрий сильно избил Бориса. Как дело было на самом деле, выяснила экспертиза. Оказалось, что от падения такие травмы погибший получить не мог. А значит, версия Дмитрия – вранье. В результате мужчина оказался на скамье подсудимых в качестве обвиняемого сразу по нескольким статьям. В ходе слушаний и экспертиз выяснилось, что последствий своих действий Дмитрий мог не полностью осознавать из-за психического расстройства. Однако это не помешало выдвинуть ему сразу несколько обвинений и осудить за каждое преступление. В результате за убийство собутыльника ему дали 10 лет. Три года – за хулиганство и хищение денег с карточки погибшего. Шесть с половиной лет – за доведение супруги до самоубийства. Угроза в ее адрес и истязание. Из-за частичного сложения наказаний в итоге получилось 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф – 3200 рублей и принудительное лечение от алкоголизма.